Уже на подходе к Триумфальной площади царит полицейское возбуждение, потому что сегодня 31 августа, а значит сегодня сюда снова придут защитники 31 статьи Конституции России, а от Конституции нашу кремлевскую крысу необходимо защищать. Эта ненавистная брошюра под названием «Конституция» действует на самозванного бандита, как молитвенничек на упыря. Потому любое упоминание 31 статьи, декларирующей право граждан мирно и без оружия собираться на площади, воспринимается как прямая угроза. Себя и везде! Свободу! Собранники! Себя и везде! Главное – шарики, чтобы не лопнули. Мы еще хотим с ними пойти 1 сентября. Да! Переписать не удастся, но ничего, это даже хорошо. Половили в обоих подал. Завтра в школу пригодится. Вот нас стали выдавливать полицейские. И это их обычная тактика. Они сначала как гусеница проходят, в толпу врезаются, а потом уже начинают выдавливать граждан. Ну, граждане им мешают, ничего тут не поделаешь. Непонятно, в чем логика. С одной стороны, они говорят, чтобы граждане не мешали проходу других граждан. С другой стороны, сами же загораживают этот проход так, что люди пройти не могут. Пацан сказал нельзя, значит нельзя. Уже и полицейским неловко, и вяжут неохотно, понимая всю абсурдность ситуации. Но упертость Кащея выше основного закона. Он подлец, бессмертный. А закон у нас, что дышло. А вы считаете, если бы здесь не было полиции, вы бы просто пришли, и все было бы мирно и спокойно? Конечно. А как же еще было бы? По вашему мнению, полиция сама провоцирует? Конечно. Такое мнение, когда так оно и есть. Любое незаконное действие влечет целую волну преступлений. Написанные под копирку протоколы задержания, лжесвидетельства в суде и так далее. Это нивелирует понятие закона, расшатывая систему изнутри и обесценивая само понятие государства. Так что смерть Кащея, возможно, и в яйце, но смерть этой системы точно в ней самой. И болезнь стремительно развивается. Прямо у автозака. Народу было мало. Балтийская гнида может спать спокойно. По крайней мере, до 15 сентября 2012 года, когда ожидается начало осеннего оппозиционного обострения. Саша Сотник, Дмитрий Милехин, телеканал «Политвестник». Саша Сотник, Дмитрий Милехин, телеканал «Политвестник».